Когда этот тип начинает петь Яхйолу Кенти, он смотрит на реакцию человека, и если у него на лице начинается какой-то процесс, видно, что что-то у него внутри не даёт ему покоя, то Кадыров решает, а в этом человеке ещё есть какое-то достоинство, он ещё не готов к пути Ахмата Кадырова. Тумсо, я армянин, согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Ты скажи это грузинам. Что за вопрос такой, неужели ты, будучи армянином, не знаешь пример Грузии? Грузия это православная страна, в основном, большинство грузин, они православные христиане, небольшое количество там есть мусульман, аджарцев, но в большинстве своём это христиане. И как с христианской Грузией поступила Россия, о которой ты говоришь? Или спроси об этом украинцев, они тоже все православные, до недавнего времени вообще они все входили в одну там единую церковь, очень близкие друг к другу народы. Посмотри, что с ними сейчас происходит, их не спасло то, что они являются христианами. Так что нет, от империалистических идей не может спасти ни религия, ни народность, ничего. Если рядом с тобой находится такой сосед, мощное государство, и это государство имеет амбиции империи, хочет стать второй Византией, продолжением Византии, то ты от этого никуда не денешься, ни религия, ничего тебя не спасёт. Ингушетия не воевала, осталась Россией и стала самым благополучным регионом России насчёт свободы и вероисповедания. Что думаешь насчёт этого? Вряд ли можно гордиться подобным, но и по поводу свобода и вероисповедания, в Ингушетии, конечно, с этим дела обстоят получше, чем в Чечне, но можно ли сказать, что там нет притеснения? Неужели те братья, которых там убивают и убивали, похищали в этих застенках МВД или ФСБ, пытали и пытают, и от пыток там люди умирают, неужели ты считаешь, что это хорошо? Что это можно считать каким-то плюсом? Или возьми, допустим, сегодняшних политзаключённых, вот этих митинговавших, лидеров этих протестов, которых сейчас осудили на очень серьёзные сроки, по-моему, 7,5, там минимум дали, и 9 лет в основном, да? Но это ведь россияне, сторонники России, они там такие вещи говорили, что мы никогда Россию не предавали, всегда там чуть ли с мусульманами даже воевали, мы вместе с Россией гордились, они тем, что они воевали с Россией, и как с ними поступили. Я, хоть я и крайне негативно к этим людям отношусь, но то, что сделали в отношении них, является несправедливостью. Они ведь не заслуживали таких сроков, каких-то серьёзных преступлений они не совершили, эти протесты они, да, как бы неприятные они нам не были, но преступлением они не являлись, никаких нападений там на сотрудников они не совершали, это понятное дело, и тем более не призывали это совершать. Поэтому, ну, задумайся об этом, когда в каких-то моментах там что-то получше, наверное, чем в Чечне в вопросах свободы вероисповедания, но какие-то вопросы в Чечне лучше, в Чечне нет, допустим, в продаже, в открытой продаже в основном алкоголь, кроме как там на определённых точках. Можем ли мы сказать, вот это хорошо, значит, надо быть с Россией, это ведь сегодня российская, российский наместник там это сделал. Можем ли мы так рассуждать? Конечно, нет. Как думаешь, боксёр и академик отвлекаются от Игры Престолов на твой эфир? Ну, в данный момент, я так понимаю, они проводят встречу там, одна известная женщина из окружения Ахмеда Закаева, она вернулась домой, уехала к Кадырову, и они в честь этого там собрали эту группу быстрого реагирования, это бывшие сторонники Ичкерии, которые где-то не выдержали каких-то испытаний или просто из-за своей продажности перешли на сторону врага, стали предателями. Он обычно собирает эту группу быстрого реагирования в лице там Хамбиева, Дадаева, Шаатурлаев, ещё каких-то, в общем, деятелей. И они рассуждают о том, что вот какая была плохая, значит, Ичкерия, и какая хорошая сегодняшняя российская, Катыровская Чечня. Какими плохими были наши герои и какими хорошими являются сегодняшние предатели. И вообще, дескать, мы же не предатели, мы же все хорошие. В общем, они всегда сидят, рассуждают. И вот сегодня очередной был повод для того, чтобы он собрал этот Сабантуи, так как приехала эта женщина. И они, как обычно, в общем, всех сидели, поливали. И присутствовали там эти музыканты. Тот самый музыкант, который поёт эту песню, Яхья Лукенти, парни с честью переводится. И я заметил, что он постоянно на вот эти вот собрания с бывшими ичкерицами, он постоянно приводит этого музыканта, этого певца и даёт ему петь эту песню. Исключением не явилась и сегодняшняя встреча. Она транслировалась в прямом эфире в Инстаграм у Катырова. И там пелась эта песня. И я сегодня понял, почему он это делает, почему всегда играет эта песня. Он, Кадыров, использует эту песню, как экзорцисты, вот эти изгоняющие джиннов. Как они используют отдельную суру из Курана, чтобы выявить джина. Вот вы видели, как они работают? Приходит человек, значит, нужно проверить, одержим ли он каким-то джинном. Ему читают эту суру из Курана, и если в нём действительно есть жизнь, если он одержимый, то он начинает как-то там неадекватно себя вести, что-то кричать, дрожать. Вот Кадыров точно так же использует эту песню для бывших сторонников Ичкерии. Когда этот тип начинает петь Яхйолу Кенти, он смотрит на реакцию человека. И если у него на лице начинается какой-то процесс, видно, что что-то у него внутри не даёт ему покоя, то Кадыров решает, что в этом человеке ещё есть какое-то достоинство, он ещё не готов к пути Ахмата Кадырова. Значит, над ним нужно ещё поработать. И там начинается, видимо, электрофорез, сажание, я не знаю, на бутылки, насилование швабрами, избиение, вот это всё. И обратно, видимо, приводят опять как профилактика, как индикатор. Ставят песню, опять Кадыров оценивает, смотрит на мимику, подаёт человеку какой-то знак или нет. Если же человек, ничего на его лице не происходит, то есть он абсолютно равнодушен к этой песне, значит всё, всё достоинство из него ушло, вымыто, выбито. Человек полностью готов к пути Ахмата Кадырова, он действительно целиком и полностью стал предателем. И вот тогда он, видимо, может присутствовать на этих встречах и в целом считать себя Кадыровским сторонником. Единственное, что бы я ни говорил, Ша, я не оставляю, у меня есть всё-таки надежда на тебя, теплится у нас в сердцах надежда на тебя. Ты сегодня опять сидел рядом, прямо с Кадыровым, в непосредственном доступе к его телу. Поэтому помни, что мы всё ещё на тебя надеемся. Мы до этого надеялись на Майка Тайсона, помнишь, там надо было просто чуть-чуть Тайсону приложить усилия, но он подвёл. Я надеюсь, что ты нас не подведёшь, что в один из дней ты сделаешь то, что должен сделать. Ша. Короче, мы тебя ещё не списали, имею в виду. Субтитры подогнал Игорь Негода.